Девушки отдыхают 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 Сахаров, как и другие физики объекта, работал вместе с заключенными, населявшими огромный архипелаг ГУЛАК. Их руками создавалась ядерная мощь России. В августе 1953 года в Советском Союзе была взорвана первая в мире водородная бомба. Сталин не дожил до этого триумфа. Когда он умер, вспоминал Сахаров, я написал жене. Нахожусь под впечатлением смерти великого человека. Думаю о его человечности. Очень скоро я вспоминал эти слова с краской на щеках. В правительственном сообщении ими создатель водородной бомбы не называлось. Зато в том же году Андрей Сахаров был избран действительно членом Академии СССР. Это та самая сессия Академии РОУ. Не ищите Сахарова на этих дарах. Лицо его имели право знать только колени. Иронии судьбы уже тогда не отвечали за его полосы. Любительская фотография. Отец атомной бомбы Игорь Курчатов. Отец водородной Андрей Сахаров. Накануне новой серии испытаний. Награждение учёных снижений. Иронии снижений. Иронии снижений. Иронии снижений. Отец. 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 Овладевает тысячами на свободе и за решёткой. Лидия Чуковская. Позднее Сахаров так вспоминал о своём аресте. Когда мы доехали до Краснокорнского моста, вдруг машина ГАИ встала поперёк дороги. У нас водитель, мой водитель, другого пассажиров не было. Очень удивлённый, пошёл навстречу милиционеру. Тот, я видел, ему козырнул. А в это время двери задние открылись и в машину влезло два человека в форме. Показавшие мне красные книжечки, они сказали, что они из МВД, но на самом деле они были из КГБ. И когда вернулся водитель, они ему приказали ехать за машиной ГАИ, которая тоже была не ГАИ. При этом мы заметили, что операция была проведена таким образом, что движение было перекрыто с обоих сторон, и мы были полностью в одиночестве на этом Краснокорнском мосту. Поехали в прокуратуру, и там прокурор Иконков объявил мне, что я по постановлению Визитера Беховного Совета, лишён всех своих наград, компенсентные органы, приняли решение о вашей высадке в город Гойке. Я его сразу спросила, а я? И тут возникла заменка. И он мне сказал, ты можешь ко мне приезжать? Я сказал, ну я поеду сразу с тобой. Он сказал, ну хорошо. Потом, видимо, что-то спросил там и сказал, сколько тебе времени надо на сборы. Я сказала, два часа. И опять он отвлёкся от разговора со мной и сказал, за тобой заеду через два часа. Это очень характерный для Андрея приём. Я думаю, что он мог сам быть уверенным и был уверен, что я поеду сразу с ним. Но он этого не сказал, потому что он никогда не берёт на себя право решать за кого-либо. Это место проживания Сахарова в ссылке. Сегодня здесь общежитие. Что же произошло, что так круто изменило его жизнь? Вернёмся в 1955 год. Успех того взрыва был безусловным. Но чёрным его мерилом оказались две смерти. Солдаты и девочки. На полигоне маршал Неделин предложил первый тост главному имениннику. Сахаров сказал, пусть наши изделия взрываются над полигонами и никогда над мирными городами. Маршал ответил анекдотом, смысл которого был ясен. Учёные должны создавать оружие, а как его используют, дело политиков и военных. Позже Сахаров писал, ежедневно я видел, как огромные интеллектуальные силы вливаются в создание средств тотального разрушения. Всё отчётливо и вырисовывалось коллективное могущество военно-промышленного комплекса. Это толкало меня на размышления о проблемах мира и человечества. Это ворота от того самого взрыва, диаметром около двухсот метров. Дети, родившиеся в зоне испытаний. Мы не знаем, в бомболе виной этой трагедии. Начиная с 1957 года, вспоминал Сахаров, я ощутил в себе ответственность за проблему радиоактивного заражения при ядерных испытаниях. До Москвы эхо взрывов не доносилось. В том году, когда Сахаров в родиночке начал свою борьбу за заключение ядерных испытаний, на сборе проходил всемирный фестиваль военных испытаний. Каждая мегатомная мощность и ядерного церей влечёт за собой тысячи безвестных жертв писал Сахар. Приводит к увеличению частоты заболеваний и враждённых родств. А ведь каждая серия испытаний — это десятки мегатом, то есть десятки тысяч жертв во всём мире. В том числе и тех, чьими телами выложены это антиядерные символики. Во время традиционной встречи советского правительства с ведущими учёными в Кремле выясняется, что предстоит новая серия ядерных испытаний. Сахаров крайне встревожен. Это приведёт к новому витку гонки вооружений. Он тут же пишет записку Хрущёву. Я подал записку, он её положил в карманчик вот такой, а потом прочитал, но не ответил на неё. Взял бокал, правда, с боржомом, чтобы произнести тост. Но вместо тоста он произнёс получасовую речь, которую он дискутировал со мною. Хрущёв сказал примерно следующее. Сахаров хороший учёный, но предоставьте нам, специалистам этого хитрого дела, делать внешнюю политику. Мы не можем сказать вслух, что мы ведём политику с позиции силы. Но это должно быть так. Я был бы последний слюнтяй, а не глава правительства, если бы слушался таких, как Сахаров. Но Сахаров продолжал настаивать. Единственный среди всех советских учёных. В 63-м году был подписан Ностовский договор о запрещении ядерных испытаний в Атмосфере по дворам. Не знаю, не думал ли Хрущёв тогда о Сахаре. Но много позже, в своих мемуарах, он назвал его «Кристаллом морали». Так во второй раз Сахарову удалось повлиять на ход событий в мире. Свободный от стереотипов официальной идеологии, Сахаров видел и мыслил иначе, чем миллионы его сограждан. В истории страны и в судьбе Сахарова начиналась новая игра. Эти праздничные шествия – неотъемлемая часть тоталитарной идеологии. Они призваны символизировать единство партии и народа. Сахаров писал «Радиорупор изглушает советскому гражданину, что он хозяин страны. Истинные хозяева проносятся в бронированных лимузинах по перекрытым улицам. Советский гражданин поддаётся дрессировке, чтобы жить. Он – порождение тоталитарного строя и до поры до времени его главный опор. За этим фасадом скрывается море человеческого несчастья, озлобления, глубочайшей усталости и безразличия. В стране необыкновенно много несчастных. В более спокойные годы несвобода порождает безразличие и апатию. В кризисные – террор. Учёные, создавшие плану, способны уничтожить человечество и испытывают вводить человека, каждого человека. В декабре 66-го года в день Конституции Сахара впервые уходят в администрацию в защиту прав человека. Та же самую плещут в конце концерта, когда те несколько десятков человек, среди которых был Сахар, рисковали свободы только за то, что молча следует решать. Их назовём это ситатом. Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе. Секретный академик заговорил. Публикацию этой статьи за рубежом Сахаров назвал своим решающим шагом. Он хотел быть услышанным. Он высказал свою главную идею – конвергенции, сближение двух мировых систем как альтернативы гибели человечества. О публикации статьи в Советском Союзе тогда не могло быть и речи. В это время советское руководство было занято другим делом. Они редактировали другой документ – письмо самим себе от имени чехословацких товарищей по партии с просьбой ввести советские танки в план. Зарождающаяся демократия была раздавлена. 70-й год. Письмо Брежневу. Надвигается кризис. Если не будет перемен, катастрофа неизбежна. Разрыв с интеллигенцией равносилен самоубийству. Необходима гласность и демократизация общества. Ответа они не получили. В 70-е годы защита прав человека становится для Сахарова выше всех других целей. Сегодня эта картина для вас привычна. А тогда, 20 лет назад, очень немногие разделяли на кошку зрения. И перед закрытыми дверями судов, за которыми шли политические процессы, Сахаров не уставал повторять. Я – академик Сахарова. Требует опустить меня в свой суд. Два десятилетия борьбы с ежедневным злом, Подругательствами над элементарными правами человека, За каждого из этих и сотни других. Что принесло бы больше пользы человечеству? Это борьба или научная работа, которую мы пожертвовали? Тем временем, милитаризация страны стремительно восстала. Захарова, в том числе, из этих и сотни других злых, За каждого из этих и сотни других злых. Сахаров был в Мариинске, Их был врачом с его сезон, Их был врачом сезон. Он предусмотрен, что развлеченный в сезон, Схотland и Мариинске. Без предотврата всего на его открытых обществах. Этот призем Сахарова вызвал ярость советских руководителей. Послушная советская пресса начала права начала. Советский ученый, если, разумеется, это подлинно советский ученый, во всей своей научной деятельности исходит из научного мировоззрения, марксизма, ленинизма, является активным борцом за дело коммунизма против любых сил реакции и мракобесия. Вина Сахарова заключалась в том, что он решил бороться с мракобесием в своей собственной стране. Режневские 70-е годы, Сталинские 30-е годы. В комнате Сахаровской советский человек порожден на тоталитарной системе и дополнял времени ее опору. 30-е годы. Собака и собачья смерть. Ни один предатель не уйдет от кары. Сегодня предатель Андрей Сахаров. Газеты разжигали ненависть к академику. Однако остальной мир совсем иначе оценивал деятельность Сахара. В 75-м году ему была присуждена Нобелевская премия мира. Ни в этих, ни в других Нобелевских торжествах вы не увидите, Сахар. После не увидимся. Елена Вонар, его жена, зачитала тексты Андрей Скаутовской. Прошу вас считать, что все узники совести, все политически исключенные моей страны, разделяют честь получения Нобелевской премии мира. Нужны реформы, новые романтики. Нужно гибкое, плюралистическое и терпимое общество. Мир, прогресс, права человека. Эти три цели неразрывно связаны. Вручение Сахару у Нобелевской премии не остановило репрессий. Сегодня такие демонстрации стали привычными. А тогда каждому участнику грозили длительную террористику. Постепенно Запад стал терять интерес к правозащитному движению. Это развязало руки советского оборудования. В эти же годы Сахаров размышляет над фундаментарными проблемами физики и космологии. Последняя работа этого периода – марионная асимметрия Вселенной и космологическая модель Вселенной с поворотом стрелы времени. Получила международное признание идеи о нестабильности протона, высказанная Сахаровым десятью годами раньше. Одна из тех идей, которые имели спорта дата, называющих женщин. Вторжение советских войск в Афганистан стало новым поворотом в судьбе Сахарова. Благодаря героической борьбе революционного народа Афганистана, помощи Советского Союза и поддержке со стороны свободолюбивых народов сорван заговор мировой реакции против революционного Афганистана. Вдохновителям антиафганской кампании, прежде всего в Соединенных Штатах Америки, Пакистане и Китае, не удалось закрыть афганскому народу дорогу к прогрессу. Да здравствует коммунистическая партия Советского Союза, руководящая и направляющая в Союз Советского Союза. Более 100 государств членов урона. Слава Великому Аксибирску. Единственным человеком в Советской стране, который открыт в Союзе, был Афганистан. Вдохновителям привлекал права в Союзе, а в Союзе, был Афганистан. Последний человек, который был Афганистан, не сталкивался в Союзе. Он привлекал права в Союзе, и сын не был Афганистан. Посягнуть на гения невежеству не составляло труда. Сахаров в Горьком, в бессрочной ссылке. Он продолжает борьбу в научную деятельность, хотя уверен, что вернуться уже не сможет. Он пишет завещание и готов к любому повороту судьбы. Положение его кажется безнадежным. Своим отношением к Сахару советское правительство намеренно демонстрировало полное пренебрежение к мировому сообществу. Период разрядки закончился. Советское правительство вернулось к политике с позиции силы. На Западе назвали Советский Союз империей зла и разочаровались в надеждах на переметы. Однако Сахарова не забыли, как могли боролись с его и его семьей. Горький, старинный узкий город Орлах. Почему-то туда среди сотен других городов выбрал именно это. Потому что здесь нельзя устроить местную поленцию на иностранном. Есть спрос, что в середине 30-х годов, что в лесу не устроится с городов. Зато здесь много военных, больше, чем у многих городов России. Шар-то город, исторический центр. А вот сюда, на окраину, на улицу, названную через первого космонавта Юрия Гагарина, поселили оказывать. Ближе мы решились. С этого кадра у нас появились соавторы КГБ. Большой Брат старательно фиксирует каждый шаг опального академика. По возможности, каждое его слово. Кое-что было передано на Запад и показано миллионам телезрителей. Мы сомневались, включать ли эти кадры в наш фильм. Сделали это с разрешения его семьи. Это почта. Сахаров разговаривает с женой. Видно хорошо, да и слышно. Даже слово «люблю» представляет интерес для Большого Брата. Ну, чуть-чуть болит еще грудь после ушиба. Ну, чуть-чуть. Будь ты здоровы, будьте все. Люблю, целую, люблю, целую. До свидания, родная. Машина застряла. Нашлись добрые люди, помогли. Заправляемся. На всякий случай сняли и это. Трогательная забота о здоровье академика. Это снято для того, чтобы успокоить мировую общественность. Что не снято? То, что записано в дневнике, как усыпили с помощью газа, чтобы отобрать рукописи научных работ и мемуары. Не сняты обыски. Вот протокол одного из них. Снято, как академик ест, но не сняты его длительные голодовки протеста, подорвавшие его здоровье. Еще протокол обыска. Очень заботливые врачи. Один из них пообещал академику, умереть мы вам не дадим, но сделаем так, что сами штаны надеть не сможете. Врачи вообще были активными участниками этого постыдного действия, организованным высшими руководителями страны. Уничтожение воли и личности великого гражданина. Мы помним, Сахаровская, советский человек порождение тоталитарной системы и до поры до времени его опора. И как определить урон, нанесенный мировой цивилизацией этим барбарским отношением к великому гуманисту и великому физику. Практически лишенный связи с научным миром, могучий интеллект Сахарова продолжает напряженную работу. В эти годы он выдвинул несколько фундаментальных идей, находящихся на стыке многомерной физики и квантовой космологии. По мнению ученых, теория это чрезвычайно трудна для понимания, однако растет количество ссылок на нее в научных трудах постоянно. Самым мучительным для Сахарова было то, что он ни на секунду не оставался один. В палате, в коридоре, в туалете его сопровождали агенты, переодетые в белом халате. Они говорили, что это оскорбительное или агрессивное. Это был способ давления, и это было самое тяжелое. Протокол выемки. Изымались письма, дневники, научные работы. Москва, май 1989 года. Первый съезд народных депутатов СССР. Пожалуйста, Андрей Дмитриевич Сахаров, народный депутат. Что же явилось причиной столь крутого поворота в судьбе этого великого человека, бросившего дерзкий вызов могущественной тоталитарной системе? В 1982 году умер Леонид Брежнев, творец застой, глава самого коррумпированного режима в советской истории. С высшими воинскими почестями он был похоронен у Кремлевской стены. Шел третий год ссылки Сахарова и третий год войны в Афганистане. Через полтора года умирает новый генеральный секретарь, бывший шеф КГБ Юрий Андропов, возглавивший борьбу с диссидентами. В беседе с американскими сенаторами он назвал Сахарову Малишоном. Сахарову Малишоном. Сахарову Малишоном. Похороны очередного генерального секретаря Константина Черненко. Единственное, что он успел сделать за время своего правления, это получить очередную высшую награду страны. Мало кто мог предположить, что кремлевские часы начнут новый отсчет времени, когда в Кремль решительной походкой вошел Михаил Горбачев. Поначалу партийная номенклатура встречала его двумя аплодисментами. Народ привычно внимал уверения, что жизнь будет лучше. Он вновь заявил, что в стране нет политических заключенных и что Сахаров осужден справедливо. Осужден, сказал Горбачев. Но ведь никакого суда не было. Казалось, что все останется как прежде. И тут произошло то, что стало поворотом в судьбе страны. Вечером постно постучали в дверь. Пришло три человека. Один из КГБ и два мальчогов. Их подняли с постели. И они поставили нам временный телефон. В три часа позвонил Горбачев. Михаил Сергеевич сказал, что мне не до решения о вашем возвращении Москвы. Глум. Также получит возможность вернуться в Бон-Эр. Я говорю, это моя жена. Довольно резко. Потому что я... В интонации мне что-то не очень понравилось. Большое вам спасибо. И я глубоко вам благодарен. Я хотел только вам сказать, что несколько дней назад в Севистопольской тюрьме убит мой друг Анатолий Марченко. Он был первым в том списке, который я вам послал. Горбачев сказал, да, мы получили этот список и разбирались. Многие из них освобождены. Многие положения других улучшены. Некоторые. Но там очень разные люди. Я говорю, я с вами не согласен. Горбачев сказал, я с вами тут не могу согласиться. Я говорю, я умоляю вас еще раз подумать об этом. В этом первом разговоре с Горбачевым Сахарова остался верен себе. Я умоляю вас. Боялся, что не будет другого шанса сказать, что он давал больше всего. Так, когда-то он провожал жену из Горького. Их отъезд в Москву спецслужбы по видимому выросли. А вскоре начался объединение советских войск из Афганистана, положивший комиссию субъектом и сенсором в Казахстане. В одном из первых интервью после возвращения из Горького на вопрос, что помогло ему выжить, Сахаров ответил моя жена. Он проводил длительные голодовки протеста, добиваясь разрешения на выезд Елены Бонар в США на операцию. Он говорил поезд и ему все дало мне жизнь поддерживать. Теперь скучать нет. Я буду скучать. Трудно сейчас понять истинное значение этого кадра. 68-летний Нобелевский лауреат впервые шагнул за железный зал. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 А то, что сейчас происходит, как раз то, чего они нас ждут, и то, чего они нас потянут. То, что вы не можете начать, видите, у людей не будет. Лучше, меньше, да лучше. Первым в списке Академик Сахара. Без Сахарова Горько. Физический институт Академии наук за Сахаром. Что же произошло? Кто же против? Несмотря на массовую поддержку среди учёных к кандидатам Сахара, на первых демократических выборах в Советский Парламент академическая элита, та самая, которая принимала активное участие в Академии, не включила Сахара в списке предназначений. В ответ избиратели забаллотировали преданных протократии-академиков. Блин, а с матчом и номером, всемирно известный физик Аркадий Мигдал, я хочу предложить Сахару и Сахару. Кандидат в народные депутаты объявляет свою притчу. Я считаю, что моя программа исходит из целей демократии, политического, экономического, идеологического плюрализма, мира и прогресса, разоружения, терпимости, экологической безопасности, социальной и национальной справедливости, конвергенции, социалистической и капиталистической системы в мировом масштабе. По-моему, почти преступная независимость суждений и поступков вызывает ненависть в консервативных, научных и правительственных кругах. Для них последовательность Сахарова в отстаивании своих идеалов граничен с безуми. Он отказался баллотироваться где бы то ни было, кроме Академии наук, где шансов быть избранным у него было меньше всего. Выбор от Академии наук СССР. Сахаров Андрей Дмитриевич. За 806. АПЛОДИСМЕНТЫ Более двух крючей голосов. Сражение подсчетов. Выясните президенты сегодня расправленных народов. Значит, что-то действительно изменилось сознание общества. Победа одержана. Борьба продолжается. Есть важнейший принцип, который сформулирован был во всеобщей декларации прав человека, принятой в 1948 году. Он сформулирован также такой авторитетной международной организацией, как Международная Амнистия. Принцип заключается в том, что никакие действия, связанные с убеждениями, если они не сопряжены с насилием и с призывом насилия, не могут служить предметом уголовного преследования. Это ключевой принцип демократической правовой системы. Адвокат должен быть обязательно допущен к следствию с самого момента предъявления обвинения. Мы не можем окружать народ дивизии имени Держинского, то есть самая, которая была в Тбилиси, и которая сейчас показывает свою потенциальную силу, в данном случае потенциальную, но мы знаем, что они делали там. И девочки, пальчики получают отрицательный урок советской демократии. Мы это не можем допустить. Обсудить вопрос об исключении из Конституции тех статей, которые препятствуют принятию этих законов в Верховном Совете. У меня такое впечатление, что вы не знаете, как реализовать ваше предложение, и мы не будем знать, как его реализовать. Что касается шестой статьи, то я нового предложения нет, но я передаю телеграммы, которые я получил. Зайдите ко мне, я вам дам три папки, где будет тысячи телеграмм. Кандидаты должны представить свою политическую платформу. Михаил Сергеевич Горбачёв должен сказать и о достижениях, и о ошибках. Он впервые говорит совсем, но сказать об этом самокритично, и от этого тоже будет зависеть наша позиция. И самое главное, он должен сказать... Андрей просил о встрече с глазу на глаз, но Михаил Сергеевич пригласил на встречу важнейшего Лукьянова. Так что они разговаривали втроем. Это Андрей Дмитриевич очень горчил. Прежде всего, я хочу сказать, что я лично от всей души поддерживаю политику перестройки, начатую по инициативе товарища Горбачёва Михаила Сергеевича. Вместе с тем, я хочу вернуться к тому, что я сказал сегодня утром. Что моя поддержка лично, товарищ Горбачёва, на сегодняшних выборах носит условный характер. Я её поставил в зависимость от того, как будет проходить дискуссия основных политических вопросов. И как будет проходить реакция, какова будет реакция Михаила Сергеевича на то, что ему придётся в ходе этой дискуссии выслушать. Мы не можем допустить того, чтобы выборы шли формально. И в этих условиях я не считаю возможным принимать участие в этих выборах. Сахаров торопился с переменами. Он считал, что руководство затягивает их, подталкивает страну к краю пропасти. Правительство шло по пути реформ, предложенных Сахаровым 20 лет назад. Но время было упущено. Теперь он предлагал радикальные меры, и вновь большинство не захотело услышать его. А агрессивные консерваторы искали случай заткнуть рот этому вечному диссиденту. И такой случай был найден. Будто в Афганистане советские лётчики расстреливали попавших в окружение своих же советских солдат, чтобы они не смогли сдаться в плен. Мы до глубины души возмущены этой безответственной, провокационной выходкой известного учёного. Речь идёт о том, что сама война в Афганистане была преступной, преступной авантюрой, предпринятой... Неизвестно, кто несёт ответственность за это огромное преступление нашей Родины. После целого народа велась война на уничтожение. Миллион человек погиб. И это... И это то, что на нас лежит страшным... Страшным грехом, страшным укрёком. Мы должны смыть с себя именно этот позор. Этот страшный позор, который лежит нам на нашем руководстве, вопреки народу, вопреки армии, совершила этот акт агрессии. Я не приношу извинений перед советской армией. Я её не оскорблял. Я не советскую армию оскорблял. Не советского солдата. А я оскорблял... Но я... А те, кто дал этот преступный приказ послать советские войска в Афганистан. Захлопываю. Я позову слуху. Заявляю, что это клевета и ложь на наших солдат, на честь нашего народа и нашей советской армии. Товарищ академик, вы своим одним поступком перечеркнули всю свою деятельность. Вы принесли оскорбление всей армии, всему народу, всем нашим павшим, которые отдали свою жизнь. И я приношу всеобщее предвидение вам. Стыдно должно быть. Моя жизнь. Стыдно, все же. Моя жизнь. Моя жизнь. Моя жизнь. Моя жизнь. И сегодня справедливый мир с львийской Молософрой на 15 лет назад, в советской сфере, в рождении каталитарной системы потопроедобленного тела. Он готовил перестройку в Советском Союзе в течение 30 лет своей жизни. Перестройку, которая должна коренным образом изменить не только страну, но и весь мир. Он остался вверен ее принципам. Официальный некролог лгал, перечисляя правительственные награды сахара. Он заявил, что не примет наград, который был решен до тех пор, пока в Советском Союзе не будут восстановлены в правах все пользники совести. Он оставил нам проект альтернативной конституции, над которым работал до последнего дня. Вот ее рукописный текст. Цель народа и его органов власти – счастливая, полная смысл жизни, свободу материальной и духовной, благосостояние, мир и безопасность для всех граждан страны, для всех людей на земле. Страна прощалась с Андреем Сахаром. Весь мир может убедиться. Народ распрямился, стал другим. Как хочется видеть, что ему не пристали. Это единственная съемка в Горьком, снятая нескрытой камерой. Ведом годом они сидели вдвоем у маленькой емки. Елена Бонар сняла обращение Сахарова из Горьковского берега. Он говорил для своих близких, для всех нас. Который грибок у нас поразили, который продолжает нас волновать до сих пор. Я надеюсь, что в будущем году они получат восхищение. Я уверен, что партнер, миллионов людей героического берета не может не принести своих грибок. Новый год думаешь о своих близких, о тех, которые в этой стране, о тех, которые оказались в океанах. Всем я желаю здоровья, счастья и всех успехов. Я думаю о своих близьях во всем мире, которых оказалось так много, которые так нам помогли. С Новым годом! С новым счастьем! Я всех люблю и всех очень люблю. С Новым годом! 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 Он сказал, ну хорошо. Потом, видимо, что-то спросил там и сказал, сколько тебе времени надо на сборы? Я сказала, два часа. И опять он отвлекся от разговора со мной и сказал, что за тобой заеду через два часа. Это очень характерный для Андрея прием. Я думаю, что он мог сам быть уверенным и был уверен, что я поеду сразу с ним. Но он этого не сказал, потому что он никогда не берет на себя право решать за кого-либо. Это место проживание. Это место проживания Сахарова в ссылке. Сегодня здесь общежитие. Что же произошло, что так круто изменило его жизнь? Вернемся в 1955 год. Успех того взрыва был безусловный. Но черным его мерилом оказались две смерти. Солдаты и девочки. На полигоне маршал Неделин предложил первый тост главному имениннику. Сахаров сказал, пусть наши изделия взрываются над полигонами и никогда над мирными городами. Маршал ответил анекдотом, смысл которого был ясен. Ученые должны создавать оружие, а как его использовать, дело политиков и военных. Позже Сахаров писал. Ежедневно я видел, как огромные интеллектуальные силы вливаются в создание средств тотального разрушения. Все отчетливо и вырисовывалось коллективное могущество военно-промышленного комплекса. Это толкало меня на размышления о проблемах мира и человечества. Это воронка от того самого рассрена, диаметром около двухсот метров. Дети, родившиеся в зоне испытаний. Мы не знаем, вы бомболи виной этой трагедии. Начиная с 1957 года, вспоминал Сахаров. Я ощутил в себе ответственность за проблему радиоактивного заражения при ядерных испытаниях. До Москвы эхо взрывов не доносилось. В том году, когда Сахаров в одиночке начал свою борьбу за запрещение ядерных испытаний, насквозь проходил всемирный фестиваль военно-присталл. Каждая мегатомная мощность и гадерного церей влечет за собой тысячи безвестных жертв и сальсахов. Приводит к увеличению частоты заболеваний и врожденных родств. А ведь каждая серия испытаний это десятки мегатом, то есть десятки тысяч жертв во всем мире. В том числе и тех, чьими телами выложены это антиядерные символики. Во время традиционной встречи советского правительства с ведущими учеными в Кремле выясняется, что предстоит новая серия ядерных испытаний. Сахаров крайне встревожен. Это приведет к новому витку гонки вооружений. Он тут же пишет записку Хрущеву. Я подал записку, он ее положил в карманчик вот такой, а потом прочитал, но не ответил на нее. Взял бокал, правда, с боржомом, чтобы произнести тост, но вместо тоста он произнес получасовую речь, которую он дискутировал со мною. Хрущев сказал примерно следующее. Сахаров хороший ученый, но предоставьте нам, специалистам этого хитрого дела, делать внешнюю политику. Мы не можем сказать вслух, что мы ведем политику с позиции силы, но это должно быть так. Я был бы последний слюнтяй, а не глава правительства, если бы слушался таких, как Сахаров. Но Сахаров продолжал настаивать. Этот призыв Сахарова вызвал ярость советских руководителей. Послушная советская пресса, «Советский ученый», если разумеется это подлинно советский ученый, во всей своей научной деятельности исходит из научного мировоззрения, марксизма, ленинизма, является активным борцом за дело коммунизма, против любых сил реакции и мракобесия. Вина Сахарова заключалась в том, что он решил бороться с мракобесием в своей собственной стране. Крежневские 70-е годы, сталинские 30-е годы, в помните Сахаровской, советский человек порождение тоталитарной системы и дополнение ее опору. 30-е годы. Собака и собачья смерть. Ни один предатель не уйдет от кары. Сегодня предатель Андрей Сахар. Газеты разжигали ненависть к академику. Однако остальной мир совсем иначе оценивал деятельность Сахара. В 75-м году ему была присуждена Нобелевская премия мира. «Ни в этих, ни в других Нобелевских торжествах вы не увидите, Сахар. После вы увидите». Елена Вонов, его жена, зачитала тексты Нобелевской версии. «Прошу вас считать, что все узники совести, все политически исключенные моей страны разделяют честь получения Нобелевской премии. Нужны реформы, нужно гибкое, плюралистическое и терпимое общество. Мир, прогресс, права человека. Эти три цели неразрывно связаны». Вручение Сахару у Нобелевской премии не остановило репрессий. Сегодня такие демонстрации стали приличными, а тогда каждому отчастнику грозили длительную теременность. «Постепенно Запад стал терять интерес к правозащитному движению. Это развязало руки советского организатора». В эти же годы Сахаров размышляет над фундаментальными проблемами физики и космологии. «Последняя работа этого периода – марионная асимметрия Вселенной и космологическая модель Вселенной с поворотом стрелы времени. Получила международное признание идея о нестабильности протона, высказанная Сахаровым десятью годами раньше. Одна из тех идей, которая имелиспортно датом. Вторжение советских войск в Афганистан стало новым поворотом в судьбе Сахарова. «Благодаря героической борьбе революционного народа Афганистана, помощи Советского Союза и поддержке со стороны свободолюбивых народов сорван заговор мировой реакции против революционного Афганистана. Вдохновителям антиафганской кампании, прежде всего в Соединенных Штатах Америки, Пакистане и Китае, не удалось закрыть афганскому народу, в дорогу к прогрессу. Да здравствует коммунистическая партия Советского Союза, руководящая и направляющая в Союз Советского Союза, глава Великому Афганистану. Единственным человеком в Советской стране, который открылся в Союзе, был Афганистан. Любой интервью Западниковой системы последовательный факультет в первую очередь, в Союз Советского Союза. Он предвлекал права в Союзе, и сильные аромы, и основания в Союзе. Посягнуть на гения невежеству не составляло труда. Сахаровым, горьким, в бессрочной саде. Союз Советского Союза Союз Советского Союза Союз Советского Союза Союза КОНЕЦ КОНЕЦ Почти 40 лет назад Сахаров принес миру водородную бойню. На испытании их погибли солдат и ребенок. Продолжение следует... В общем-то, Сахаров вспоминал. Я родился в 1921 году в Москве. Мой отец известный преподаватель физики. Влияние семьи на меня было особенно большим, так как и часть школьных лет учился в Москве. Физический факультет Московского университета закончил в 1942 году. Уже второй год шла война. Сентября 42 года направлен на большой залог. Заработал в Киевском университете. В Киевском университете через 15 лет, а также в Киевском университете. Написал несколько статей по диалетической физике и направил в Москву. С 1945 года я аспирант физического института Академии наук. Моим руководителем был Игорь Танн, впоследствии Нобелевский бурят по физике. В те дни, когда Сахарову было вручено удостоверение аспиранта, в подсдаме решалось будущее устройство мира. Президент Роман сообщил Сталину о создании сверхобороны. Ядерный взрыв в Лос-Аланте стал весовым аргументом американцев. Этот взрыв навсегда определил судьбу Сахарова. Много позже Сахаров вспоминал. В 1949 году меня включили в группу по разработке термоядерного оружия. Увлеченный грандиозностью задачи, я работал с максимальным напряжением сил, сначала в Москве, потом в секретном центре, который между собой все называли объектом. В западной печати меня часто называют отцом водородной волны. Шефом атомного проекта был Лаврентий Берия, хозяин ГУЛАГа. Вот он, рядом со Сталином, рядом с Хрущевым. Сахаров, как и другие физики объекта, работал вместе с заключенными, населявшими огромный архипелаг ГУЛАГ. Их руками создавалась ядерная мощь России. В августе 1953 года в Советском Союзе была взорвана первая в мире водородная бомба. Сталин не дожил до этого триумфа. Когда он умер, вспоминал Сахаров, я написал жене. Нахожусь под впечатлением смерти великого человека. Думаю о его человечности. Очень скоро я вспоминал эти слова с краской на щеках. В правительственном сообщении ими создатель водородной бомбы не называлось. Зато в том же году Андрей Сахаров был избран действительно членом Академии СССР. Это та самая сессия Академии Рома. Не ищите Сахарова на этих дарах. Лицо его имели право знать только колени. Иронии судьбы уже тогда не отвечали за его полосы. Любительская фотография. Отец атомной бомбы Игорь Курчатов. Отец водородной Андрей Сахаров. Накануне новой серии испытаний. Награждение учёных сегментов. Тот поцелуй тоже не запечатлённо киноматикам. Сахаров по-прежнему проходил по секретному списку. Ко времени этой встречи правительство с учёными в тюрьме у Сахарова больше высших наград страны, чем у главы правительства Антики Курчатов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Возможность пользоваться правительственными связями, надаренными правительством автомобильных удачей. Одна из самых высоких зарплат в стране и неограниченные возможности для карьеры. Ему всего 40 лет, и он один из самых подающихся физической ценности. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Через 20 лет Андрей Сахаров выходлась в ссылке, получил письмо. Дорогой Андрей Дмитриевич, день вашего 60-летия обрачён бессменностью стража у вашей двери. Вас лишили наград научного и человеческого общения. Никто, однако, не властен лишить вас несравненной вашей правоты. «Излучаемая вами духовная мощь растёт. Мысль ваша бередит и тревожит сердца. Овладевает тысячами на свободе и за решёткой». Лидия Чуковская. Позднее Сахаров так вспоминал о своём аресте. «Когда мы доехали до Краснокорнского моста, вдруг машина ГАИ встала поперёк дороги. Нас водитель, мой водитель, другого пассажиров не было, очень удивлённый, пошёл навстречу милиционеру. Вот тут, я видел, ему козырнул. А в это время двери задние открылись, и в машину влезло два человека в форме, показавшие мне красные книжечки. Они сказали, что они из МВД, но на самом деле они были из КГБ. И когда вернулся водитель, они ему приказали ехать за машиной ГАИ, которая тоже была не ГАИ. При этом мы заметили, что операция была проведена таким образом, что движение было перекрыто с обоих сторон, и мы были полностью в одиночестве на этом Краснокорнском мосту. Поехали в прокуратуру, и там прокурор Иконков объявил мне, что я по постановлению кризиса Верховного Совета, лишён всех своих наград, компенсентные органы, приняли решение о вашей высадке в город Гойке. Я его сразу спросила, а я? И тут возникла заменка, и он мне сказал, ты можешь ко мне приезжать, если я поеду. Единственный среди всех советских учёных. В 1963 году был подписан московский договор о запрещении гадерных воспитаний в атмосфере в парламентах. Не знали, думал ли Хрущёв тогда о Сахаре. Но много позже, в своих мемуарах, он назвал его кристаллом морали. Так во второй раз Сахарову удалось повлиять на ход событий в мире. Свободный от стереотипов официальной идеологии, Сахаров видел и мыслил иначе, чем миллионы его сограждан. В истории страны и в судьбе Сахарова начиналась новая гадерна. Эти праздничные ушествия – неотъемлемая часть тоталитарной диалоги. Они призваны символизировать единство партии и морали. Сахаров писал. Радиорупор изглушает советскому гражданину, что он хозяин строя. Истинные хозяева проносятся в бронеровных ламузинах по перекрытым улицам. Советский гражданин поддаётся дрессировке, чтобы жить. Он – порождение тоталитарного строя и до поры до времени его главный аккорд. За этим фасадом скрывается море человеческого несчастья, озлобления, глубочайшей усталости и безразличия. В стране необыкновенно много несчастных. В более спокойные годы несвобода порождает безразличие и апатию. В кризисные – террор. Учёные, создавшие полную способность уничтожить человечество, испытывают вредную заново человека, каждого человека. В декабре 66-го года, день конституции Сахара, впервые уходят в администрацию за счет права человека. Даже самая плеща в конце Сменисска. Это те несколько десятков человек, среди которых был Сахар, рисковал свободы только за то, что он был честным решением. Их называют касситаты. Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе. Секретный академик заговорил. Публикацию этой статьи за рубежом Сахаров назвал своим решающим шагом. Он хотел быть услышанным. Он высказал свою главную идею – конвергенции, сближение двух мировых систем как альтернативы гибели человечества. О публикации статьи в Советском Союзе тогда не могло быть и речи. В это время советское руководство было занято другим делом. Они редактировали другой документ – письмо самим себе от имени чехословацких товарищей по партии с просьбой ввести советские танки в право. Зарождающаяся демократия была раздавлена. 70-й год. Письмо Брежневу. Надвигается кризис. Если не будет перемен, катастрофа неизбежна. Разрыв с интеллигенцией равносилен самоубийству. Необходима гласность и демократизация общества. Ответа они не получили. В 70-е годы защита прав человека становится для Сахарова выше всех других целей. Сегодня эта картина для нас привычна. А тогда, 20 лет назад, очень немногие разделяли его точку зрения. И перед закрытыми дверями судов, за которыми шли политические процессы, Сахаров не уставал повторять. Я, академик Сахаров, требую пропустить меня в сан суда. Два десятилетия борьбы с ежедневным условиям. Подругательство надолементарным правом у человека, так как друг с этих и сотни других. Что принесло бы больше пользы человечеству? Это борьба или научная работа, которую не пожарят? Тем временем, милитаризация страны стремительно восстала. Запад, осознав неэффективность, не сделала мотивацию поездки на земля. Запада опустили, которая была очень счастливой после заведения. Но в этой земле, Продолжение следует...